здравствуйте уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды начнем с американского доллара валюта сша слабеет по отношению к своим основным конкурентам евро фунту и иене состояние рынка труда сша и комментарии представители федеральной резервной системы сша относительно дальнейших действий регулятора остаются в центре внимания американских инвесторов представители федеральной резервной системы сша выступили с речью давая неоднозначные сигналы тем кто спекулирует на сроках повышения ставок в целом чиновники прокладывают путь к снижению влияния повышения ставок на акции только существенное ухудшение ситуации на рынке труда может поколебать решимость федеральной резервной системы сша повысить ставки но этого вероятно не произойдет хотя она может оказаться под давлением пандемии вызванные штаммом микрон и по поводу европейской эволюции она укрепляется к американскому доллару и слабеет и не вчера был опубликован блок экономической статистики стран еврозоны важнейшими из которого являются инварские данные по экономической активности в промышленном секторе рост деловой активности в промышленности связан с уменьшением проблем с поставками комплектующих и сырья однако европейские предприятия по-прежнему продолжают страдать от высокого уровня инфляции декабрьские данные по безработице в странах еврозоны также оказались позитивными евро получил поддержку от роста доходности в евросоюзе причем доходность десятилетних немецких облигаций достигла максимума середины 2019 года после того как высокие показатели инфляции вызвали предположение о том что европейскому центральному банку возможно придется ужесточить политику раньше времени по поводу нефти цена на нефть незначительно изменились во вторник поскольку геополитическая напряженность и ограниченные мировые поставки поддерживали рынок даже несмотря на некоторые предположения о том что опек плюс может увеличить поставки больше чем ожидается тем не менее нефтяные котировки демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе 7-летних максимумов по итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный месячный подъем за последний год и инвесторы предполагают что текущий рост спроса на черное золото может заставить участников сделки опек плюс отойти от текущего плана по ежемесячному выводу на рынок дополнительного объема нефти 400 тысяч баррелей в сутки по мнению ряда экспертов на заседании которое состоится на текущей неделе экспортеры могут согласовать повышение добычи сверх указанного объема по поводу важных событий на сегодня по серверному по серверному времени gmt плюс 2 в 11.00 заседание опек это встреча представителей стран экспортеров нефти важнейшее событие способно повлиять на мировой рынок нефти поскольку на заседаниях принимаются решения о коллективных квотах на добычу если квота уменьшается нефть дорожает если увеличивается или остается на прежнем уровне это чаще всего приводит к снижению мировых цен на нефть в 12.00 индекс потребительских цен в европейском союзе это индекс который отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с предыдущим рост индекса может положительно отразиться на котировках евро в 15.15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе сша этот индикатор характеризует ситуацию на рынке труда и активность в промышленном секторе рост занятости может оказать положительное влияние на котировки доллара 22.00 выступление председателя банка канады тифа маклема отражает официальную позицию канадского регулятора по монетарной политике и тенденциям изменения процентной ставки поэтому каждая его речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками на этом на сегодня у меня